Украинские силовики Зайцево, Горловка, Спартак, Ясиноватая, Старомихайловка, Докучаевск, Саханка, Коминтерново, Петровский район и аэропорт Донецка. В результате минометных обстрелов со стороны Вооружённых сил Украины, населённых подок Горловка и Коминтерново, получили ранения два мирных жителя и погибло двое детей. Ярнежка Ярислав, 2010 года рождения и Гузова Виталий, 2009 года рождения. Также было повреждено 7 домостроений. Ранения получили два гражданских человека на посёлок Гальмовской. Преступные приказы на обстрел территории республики отдавали командиры бригад Зубанич, Рябоконь, Водолазки, Соколов, Делитицкий, Вайлаков и Заболотный. Все данные о нарушении минской удовленности были переданы представителям СССР и Миссию БСЕ. Наша разведка продолжает фиксировать концентрацию вооружения и личные составы противника вдоль линии боевого соприкосновения. Так, в районе населён Путамайорск, полтора километра от линии соприкосновения, отмечено прибытие ЧВК до 150 человек арабской внешности. Кроме того, по данным нашей разведки установлено, что при ротации 14 батальона 72-й бригады Вооружённых сил Украины не были переданы карты минных полей, установленных по переднему краю зоны ответственности подразделения. Как результат, при приеме позиций подразделениями 30-й бригады Вооружённых сил Украины подорвался один автомобиль Вооружённых сил Украины, и 7 военнослужащих погибли. Украина продолжает игнорировать минские договорённости, инициатором которых является, и систематически проводит обстрелы территории республики и переброску вооружения и техники к линии соприкосновения для проведения провокации. В очередной раз хочу заверить украинское руководство, мы не оставим свои позиции, и в случае любой агрессии готовы дать соответствующий отпор. Субтитры создавал DimaTorzok